В поселке Нижний Феогдон разрушаются берегоукрепительные сооружения. Местные жители бьют тревогу, они боятся подтопления домов. Ведь практически каждый год река выходит из берегов и наносит ущерб селу. Обратить внимание на проблему люди просят местную администрацию. Увенчались ли успехом их просьбы в адрес властей, расскажет мой коллега Хеток Плиев. Казалось бы, речка течет себе и никому не мешает, но не жителям Нижнего Феогдона. Уже второй год дамба постепенно разрушается течением. Ее построила в 2008 году компания «Велес». Но с лета 2017 года состояние берегоукрепительных сооружений ухудшается. А уже в конце этого года все гарантийные обязательства заканчиваются. Для жителей села тема наводнений не нова. Чуть ли не каждый год река выходит из берегов. По улице, где мы живем, доходило до колен. Заливало подвалы, в дома проникало, дворовые постройки, все было затоплено. Потом огромными усилиями в те сложные времена, которые были, приходилось это все вычищать с помощью администрации, с большими затратами. Жители отправили письмо в МЧС, но внятного ответа не получили. На месте проработала специальная комиссия. Они выявили проблемную зону, которую нужно реконструировать. Именно в этом месте на протяжении 50 метров дамба находится в аварийном состоянии. Это представляет опасность для жителей Нижнего Феогдона. Кто и когда будет ремонтировать это, пока неизвестно. Люди направляли письма и в районную прокуратуру, и в республиканскую. Но вопросы повисли в воздухе. По иронии судьбы, генеральный директор компании, которая строила дамбу, Валерий Габанов, он же стал в 2016 году главой администрации Ордонского района. Именно на ее балансе находится дамба. Мы поэтому обращались с письмом, еще раз повторяю. И на первое письмо, что мы обратились, нам был дан такой ответ, что администрация Ордонского района направила в Министерство экологии запрос, не запрос, а то же письмо, чтобы устранить ремонт этой дамбы. После этого никаких мер не предпринималось. После этого ответа потом еще раз направили письмо главе администрации района. И на второе письмо нам так и не было дан ответ. С лета этого года Валерий Габанов ушел с поста главы администрации Ордонского района. От комментариев на камеру он отказался, но заверил, что сход берега укрепительных сооружений происходит из-за смены точки смыва. И поэтому эта ситуация с дамбой не попадает под гарантию. Мы обратились к нынешнему руководству района с вопросом, так кто будет решать проблему? Мы пришли к мнению того, что поднять все документы, которые у нас имеются по данному объекту, посмотреть договорные отношения с исполнителем, с заказчиком. И мы сами какое участие принимали. И исходя из этого будем принимать конкретные меры по восстановлению данного объекта. То есть, если будут какие-то обязательства со стороны исполнителя, то будем совместно этот вопрос решать. И в то же время будем обращаться в высшестоящие органы республиканские и федеральные для выделения каких-либо средств или включения в какую-либо программу. В это время люди ждут помощи. Говорят, если решение проблемы затянется, то во время паводков события могут начать развиваться по неблагоприятному сценарию. И надеются его избежать. Хэтак Плиев, Хэтак Гопоев, Новости Осетии.